Привет, дорогие друзья! У нас сегодня невеселая тема, очень распространенная. Нельзя не коснуться темы «Жить ли с алкоголиком? Как жить с алкоголиком? Я люблю алкоголика, помогите!» Разные истории, мне кажется, даже не нужно особо описывать чьи-то истории, у каждой она своя. Нужно понять кое-какие механизмы, и мы будем рассматривать эту тему немножко под другим углом, как обычно. Вот представьте себе измену. Когда-то давным-давно древние врачи говорили, есть я, ты и болезнь. Если ты будешь со мной, мы справимся с болезнью. Если ты будешь с ней, мы с ней не справимся. Точно так же может думать женщина, когда появляется любимая у мужчины, когда появляется игра, когда появляется гараж с машиной, когда мужчина маменькин сынок, есть кто-то третий, бывшая супруга, работа. У каждого свое отвлекающее, то, что не привлекает внимания к себе и не ставит тебя на первое место. Мы не всегда понимаем, что рядом с нами мужчина, который будет очень сильно выпивать. Как обычно, мы встречаемся, есть какие-то праздники, корпоративы, вечерком пивка, поедим где-нибудь, поехали, по фужеру вина, конечно, и поехали в поездку, все включено, гнусаки какой-нибудь напились, каждый день выпивка, приезжаем, печенки лечим. Какой-то период времени, если даже мужчина страдает этим недугом, он будет стараться потеряться. Если он ухаживает и вдруг запил, он уедет в командировку, потом приедет уставший, помятый, но показывается уже побритым. Какое-то время мужчина может говорить, что это не так, я не болен, и будет отрицать до последнего. И мы иногда включаемся сами в непонятную для себя игру, а здесь все можно расписать и разложить по полочкам. Вот смотрите, у нас есть мужчина, который склонен к выпивке. Если вы думаете, что на него может повлиять материнское слово, его собственное осознание и сила вашей любви, вы ошибаетесь сразу. Вот представьте, что есть женщины, которым нормально от того, что есть первая жена, и она может спокойно поехать вместе с ней и с предыдущими детьми на отдых. Есть женщина, которая нормально воспринимает на то, что 2-3 раза в неделю мужчина может сходить куда-то полюбиться и вернуться обратно. Какая-то женщина спокойно воспринимает, что мужчина может сутками не быть дома, потому что он работает. А кто-то невыносимо справляется с этой проблемой, звонит постоянно этими звонками в висок, стучится, ты где, ты когда, на меня посмотри, привези, купи, сделай. Вот надо очень четко разложить все по своим полкам. Мужчина, который выпивает, хочет на ручки. Точно так же тот, который идет на измену. Кому-то нужно, чтобы она развлекала, то есть женщину, которая вытащит из постоянного труда и будет для него праздником. Кого-то нужно спасать от водки, кому-то нужно быть стимулом для того, чтобы он читал, учился, иди, делай, 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 делай. Вот такой психостартерный толчок. Кому-то нужно просто тишины, и он понимает, что моя тишина в доме, в зоне комфорта. Я приду и выдохну, все, я сяду, мне дадут покушать, зонтик стоит на определенном месте, тапочки стоят, мне комфортно и хорошо. Кому-то нужно спасение для того, чтобы был драйв, постоянный адреналин. И тогда ему нужна истерикующая, шипящая, непускающая, недающая, ругающаяся, пелящая. И он будет ее обожать, любить и нестись к ней на край земли. Вот есть девушка, она встречается с довольно состоятельным человеком. Он позволяет себе выпить. И аргументирует ей, слушай, милая, я так сильно устаю в течение дня, я так много зарабатываю, я не могу позволить себе отдохнуть и расслабиться. И вот она говорит, я хочу его перевоспитать, мне не нравится, как он пахнет перегаром, мне не нравится, что он перестает мне звонить. Потом появляется, как ни в чем не бывало, там, откупился колечком. Ну что, люблю, куплю, полетели, сели, поехали. Она говорит, что я не могу его оставить, он очень хороший, я его полжизни ждала, такими мужчинами не разбрасываются. И при этом я прекрасно понимаю, что если я сейчас вечером начну пилить, то ничего, кроме агрессии, пошла вон из моего дома, я не услышу. Если мужчина состоятельно начинает изменять, жены первым делом боятся за то, что деньги уходят на сторону, они идут на какую-то женщину, возможно, ей купили квартиру, что они получают какие-то эмоциональные всплески от того, что мужчина в настоящий момент влюбился, и он куда-то посылает вот эту свою энергетику. Женщины, будучи замужем со состоятельным человеком, до последнего будут сидеть, держаться за свое место, читать смс-ки, и ни в коем случае не будут открывать рот, потому что они прекрасно понимают, что 50 на 50, и добрая половина не на ее стороне. И то же самое давайте представим мужчину, который просто работал и сейчас лишился работы. Вот ему сейчас нечем заниматься. Вот водка у русских людей очень часто была таким символом времяпровождения, когда все очень плохо. Мы и горе водкой заливаем, и в принципе радость у нас иногда так переливается плавно в мордобой. Так устроены русские люди, что вместо того, чтобы пойти к психотерапевту, проще выпить водки и забыться. Но завтра наступает новый день. И в этом новом дне еще приходит жена, как немой упрек. Она еще расскажет тебе про вспышки памяти о вчерашнем дне. И получается, если мы начинаем все время мужчину воспитывать и говорить, какой он плохой, он автоматически находит себе собутыльницу и зону комфорта. И где-то там параллельно вместе с рюмкой находятся друзья, которые его будут понимать. Не эти, так следующие. Какой-то случайный на остановке. Какой-то с таксистом он может запить. И получается так, что если вы будете максимально ограничивать его в деньгах, он и деньги найдет, и займет. И вот самые основные наши ошибки я хотела бы вам описать. Вот давайте мы бросим всех изменяющих. Давайте мы бросим всех мужчин, которые выпивают. Получается, что нам уже это не с кем будет. Говорить о поединке с изменой мы уже многократно говорили. А вот как попробовать побороться с алкоголем, не говорили ни разу. И такая классическая одинаковая картина. Вот он умеет пить красиво-таки. Вот он и слизывает соль, закусывает лимончиком. В итоге все равно будет красное со спареной лицо, испачканная рубашка и русские народные нецензурные слова. У кого-то более интеллигентно это проходит, у кого-то нет. Один может стать весельчаком, раздолбаем, всех веселить, играть на гитаре, ну просто солнце солнечное. Некоторые женщины говорят, да пусть выпьет, он щедрый, он милый, он любвеобильный. У нас синусоиды же, вы понимаете, что это прям два разных человека. Автоматически вы живете с двумя мужчинами. Один из них изменяет вам сводкой. То есть вы живете одновременно с несвободным человеком. Он болен, лечиться не собирается, вины свои не признает. Вы привели его к специалисту. Вот прям взяли его за шкирку и сказали, «Я беременная, ты больше не будешь пить, ты больше не будешь мне делать нервы». Мы идем и подшиваемся. Что мы получаем? Агрессивного мужчины с синусоидами. То у него гиперсекс, то у него вообще ничего я не хочу. То давай построим, давай поедем, то он накрывается тазом, у него в течение полутора месяцев глубокая депрессия. С чем мы сталкиваемся? С безответственностью. Развернулся, мог не прийти ночевать. И вовсе он не был у другой женщины. Он где-то с кем-то реально выпил и заснул. Или он приполз к двери. Что мы дальше делаем? Мы открываем, мы затаскиваем его домой, убираем все продукты жизнедеятельности, перестилаем ему постельку. Не дай бог, какая оказия приключилась. И в принципе мы каждый раз психологически поглаживаем за плохое к себе отношение. И вот давайте подумаем. Вот включила понималку, я его люблю. Я люблю его, да, вот у моего мужчины такой порог. Вот я люблю пьющего мужчину. Что мне делать? Вот один из самых часто встречающихся вопросов. Первое – не поддерживать финансово. Не бегать за минералочкой. Не выкупать его из такси. Не ездить его, не искать по ресторанам, не платить его долги. Пусть он из своих проблем выбирается сам. Не отдавать долгов родственникам. Ни в коем случае один раз сказать, я никогда не буду этого делать. Я не буду тебя искать, я не буду тебя спасать. Я не буду тебя искать по лавочкам. И так же точно, как по чужим постелям. Делайте вот такую очень интересную аналогию. Это правда очень похоже. Дальше. Если он сажает вас, давай выпьем. Сколько пьющих мужчин говорили, боже мой, ну если бы она так не сопротивлялась, а села бы со мной, да мы бы выпили по рюмочке, да залюбились бы, да поговорили бы с ней про жизнь, да и шут с ним с беспорядком в этом доме, да и ладно, была бы у нас любовь и гармония. Но почему именно эта женщина сопротивляется? А почему ты живешь с той, которая сопротивляется? Ты жить хочешь? Потому что если живут два собутыльника в одной квартире, через некоторое время это превратится в помойку. Побегут первые тараканы, вот они эти бутылки в виде батареи, вот они открытые консервные банки и мерзопакостный запах. Все, какие бы вы ни были интеллигенты, попейте пять дней и вы увидите, что вы живете на помойке. Даже если у вас аристократический дом, где-нибудь в красивом месте. То есть мы превращаемся автоматически в каких-то животных, когда впадаем вот в это бессознательное. Опять приходят мужчины, которые подшились. По каким-то определенным причинам они приняли такое решение. Или шишки мы курим, или у нас кокаин, или у нас игра, или у нас три других женщины. Куда компенсироваться? Что он бросил пить и стал золотой? Да где же его такого найти? Вот покажите мне, я хочу его увидеть, работаю столько лет, ни разу не видела ни одного мужчины, который бросил пить и стал золотым. Да, он может стать таким, как вы хотите. Вот самое основное – это его обещание. Когда человек осознает, что он виноват, он утром говорит, я виноват, прости меня, я больше так не буду. А когда он снова будет так, и вы снова немым упреком и так мимо него проходите, вы автоматически начинаете вызывать отвращение и злобу. Злобу на себя самого, злобу на вас, потому что вы продолжаете здесь же ходить, маячить перед глазами. Вы такая вся правильная, я такой плохой. И включается такое сопротивление. Отпустите его и его пить с друзьями. Пусть он не придет домой ночевать, если этот мужчина вам нужен. Отпустите его совсем. Скажите ему, я уйду. Одно дело все время говорить и не делать, а другое дело сказать, что дружок, вот смотри, так получается, что деньги всей семьи уходят. Ребенок видит только скандалы и мордобой. Я у тебя не на первом месте, я только у тебя горничная, которая готовит тебе похмельную лапшичку и пюрешечку, потому что ты больше ничего не можешь кушать, моя лапочка. То есть ты выпил в доме все, что горело. У нас по квартире есть какие-то заначки. Если ты прячешь бутылки, значит ты прячешь деньги. Значит ты жадничаешь во всем деньгами, эмоциями, настроением, любовью, искренностью, отношением к нам. То есть мы зачем тебе? Не бывает универсальных советов, но есть какие-то вещи, которые ни в коем случае нельзя делать. Не нужно говорить человеку, что он плохой, если он болен. Не нужно человеку упрекать в том, что он плохой, если он вас разлюбил. Не нужно человеку говорить, как ему нужно жить. До тех пор, пока в паре есть мы, это мы и позволит всунуть мужчине таблеточку от водки, которая продается, 21 век. То ли это из предыдущей семьи идет, и кто-то выпивал, и вы уже умеете с ними быть, и для вас само собой разумеющееся. То ли это стереотипные карусели, находить себе мужчину, за которого реально нельзя выйти замуж, и вы на подсознательном уровне, обязательно должна быть в нем какая-то плохинка, чтобы подумать, что в последнюю секунду я смогу сопротивляться и не надеть эту фату. То ли это просто такое стечение обстоятельств и судьбы, но алкоголик просто так себе партнершу не выбирает. Вот есть женщины ревнивые, они не потерпят ни свекровь в доме, ни каких-то перемен со стороны других людей. Я, я командир, самое главное, ты будешь меня слушаться. Эти женщины категоричны, чаще всего они уходят. Есть женщины, которые могут мирно сосуществовать с его матерью, с бывшей супругой или с какой-нибудь любовницей, которая где-то там есть, самое главное, чтобы она не приносила в дом перемены. И вот от этого и зависит, стоит ли жить с алкоголиком. Если вы только-только начинаете, то, наверное, нет. Мне кажется, женщина, которая встречается с мужчиной-выпивающим, должна четко определить, что у нее стоит на первом месте. Многие выбирают деньги и тогда терпят много пороков. Кто-то выбирает любовь и тогда пытается спасти свою собственную душу, потом, когда она изранена и избита. Кто-то отталкивается от того, что это возможность перепрыгнуть в другой соцслой. Кто-то ищет волшебный сперматозоид. Поймите, что для вас главнее. Но если вы думаете, что вы можете справиться с алкоголиком самостоятельно, не заблуждайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!